В Курчунском районе Восточно-Казахстанской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. С 7 января здесь не прекращается буран. Высота снежного покрова местами достигает двух метров. Из-за непогоды оказались отрезаны от транспортного сообщения населенные пункты Маркокольского и Тускайинского сельских округов. Сегодня после установления летной погоды в район отправился вертолет. На воздушном судне сельчанам доставили 400 килограммов муки, 100 килограммов сахара, 80 килограммов растительного масла, 130 килограммов макаронных изделий, 20 килограммов чая, а также необходимые медикаменты. Дорога была все закрыта, поэтому пришлось решение принять, прилететь, оказать помощь медикаментами, первым необходимым продуктопитаниями, и в том числе оказание помощи, получившие инсульт здесь и транспортировка на санавиации, на больницах города. По словам местных жителей, хоть погода сегодня и улучшилась, впереди решение ряда проблем. Только сегодня прояснилось небо и показало солнце. На сегодняшний день дороги нет, связи нет. Небольшое село, которое находится в 25 километрах Шанагаты, осталось без связи, без света, без ничего извне. Трактора, которые идут на помощь с Маркоколя, дойти к нам не могут, потому что большой снежный покров. В село Тоскаин на вертолете доставили бригаду медиков на помощь 71-летней женщине. Добраться раньше до сельчанки не представлялось возможным. Медбригада из-за непогоды не смогла даже на спецтехнике спасателей пробиться в населенные пункты. И вот сегодня врачи, осмотрев пациентку, поставили диагноз и приняли решение транспортировать женщину в Искаминогорск. У нас в субботы находятся в тяжелом состоянии с диагнозом артериальная гипертензия, гипертонический криз у нее был и острое нарушение кровообращения, преимущественно по ишемическому типу. Получается, с того времени, как пациент получил этот удар и находится здесь, мы по телефону созванивались с лечащими врачами, коррегировали лечение. В принципе, здесь местные врачи, все, что здесь можно было, все сделали. Пациентку передали врачам инсультного центра Восточно-Казахстанской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.